приветствую всех у меня на кухне сегодня очередная вкусняшка это марияж персики с вишней марияж это свадьба вот такие понадобятся продукты список будет внизу как обычно мука яйца масло сахар вот такая форма я буду использовать круглую такую форму для начала масло я хорошо размешаю я добавила сливочное масло ложку сметаны и ложку салатного масла и вот сейчас хорошенечко эту смесь я приведу к однообразной массе затем я перемешаю это масло с сахаром вообще кекс это кондитерское изделие где все ингредиенты взбиваются как следует и вот в процессе выпечки они поднимаются за счет обогащения компонентов воздуха у меня это простой кекс где я просто вот смешиваю все продукты вымешиваю обычным венчиком в то же время прорабатываю хорошо чтобы растворилась по возможности растворился сахар да и напоминаю что все продукты должны быть комнатной температуры затем по одному надо ввести и яйца в эту масляную смесь и также хорошенечко перемешать до получения вот такой однообразной однородной массы хорошее употребление времени делает время еще более драгоценным марияж вот еще третье яйцо марияж марияж на французском это свадьба женитьба французы часто употребляют это слово и на кухне поженить какие-то продукты фрукты вот я решила сегодня приготовить такой вкусный кекс и поженить между собой персик и вишню затем в муку я добавляю кардамон для запаха кардамон придает особый вкус запах изделию так как кекс у меня этот праздничный вот я добавила еще разрыхлитель все как следует в муке я перемешиваю и ввожу постепенно яично-масляную смесь и также тщательно прорабатываю в кексовое тесто классическое добавляют ваниль цедру лимона апельсина корицу мускатный орех но у меня сегодня праздничный такой кекс а для праздничных кексов используют используют смесь ароматов еще богаче и вот карт у меня кардамон и в масло я добавила еще ложечку чайную ложку масло апельсина вмешиваем потихонечку муку также добавки разные могут быть у кекса ягоды орехи фрукты сухофрукты и все что угодно шоколадные капли так как у нас лето и непростое лето захотелось мне вот такого праздничного кекса где кислинка вместе с ароматом кислинка вишни сочетается с ароматом персика консистенция теста чуть гуще может быть чем на оладье еще несколько раз вот посмотрите оно и не жидкое и не сухое абсолютно тем временем духовка у меня прогревается выпекать будем при 180 градусов вот так вот ложка должна стоять в тесте приступаем к фруктам у меня три средних персика я поделю где-то вот на 6 частей пополам потом еще раз пополам потом еще раз пополам персик так как он очень влажный я буду обмакивать в крахмал у меня кукурузный крахмал и вишню я взяла замороженную и даже с косточками косточки никак не помешают наоборот даже вот такой крахмал я приготовлю сейчас тарелку с крахмалом для персиков косточка вишни даже помогает вы так быстро не съедите а будете тщательно пережевывать как и требуется первый слой теста я выкладываю по кругу у кого нет такой формы ничего страшного я выпекала этот пирог этот кекс и в прямоугольной обычной форме вот так по кругу как основание можно так что выпекать можно в любой форме единственное что поменяется время выпечки вот моя вишня даже замороженную я ее раскладываю по тесту и потом слегка нужно будет ее как бы провалить в тесто воткнуть углубить а теперь вот персики обмакиваю в крахмал так как они очень влажные при выпечке крахмал не даст соку он будет превратить сок в такое желеобразное как кремообразное получится состояние канал у меня не кулинарный я делюсь с вами своими рецептами где есть еще свободное место еще вишню я доложила вот посмотрите как это выглядит красота праздник свадьба настоящий марияж затем на эти фрукты ягоды снова слой теста на которой я буду раскладывать очередные очередную порцию вишни персика в такой высокой форме печься будет мой кекс приблизительно час при температуре 180 градусов раскладываем вишню у кого нет вишни вы можете взять любые фрукты абсолютно даже сухофрукты орехи все что у вас есть а если нету ничего тоже не страшно ну у меня была замороженная вишня и вот я решила и персики и решила самоизоляцию заняться чем-то полезным и порадовать своих родных и близких вот такой марияж и сверху последний слой теста и на него фрукты и ягоды у нас любят выпечку с фруктами форму такую нужно заполнять на две трети потому что в процессе выпечки тесто поднимется вот все я использовала все тесто и сверху разложу персики и вишню вишню не обязательно размораживать прям в замороженном виде раскладывается и французы в своих выпечках например клофути с вишней они не вытаскивают косточку из вишни если будут кушать дети их нужно предупредить ну а если у вас есть вишня живая вы можете очистить от косточек и также потом ее нужно будет обмакивать в крахмал последний слой духовка моя уже разогрета выпекать до сухой спички у меня будет выпекаться где-то час при температуре вот готово вот я проверяю сухо и даю остыть обязательно должен остыть кекс вот мой кекс остыл и сейчас я его выложу в форму вернее на лист на тарелку вот какой красавец у меня ну настоящая свадьба вот пропекся как следует вот стоял он час время от времени я проверяла вот он какой время от времени нужно проверять на готовность у кого какая духовка сверху я посыплю сахарной пудрой пусть доставит наслаждение и поднимет всем настроение то что на столе стоит и поднимет аппетит друзья готовьте с удовольствием ваши кексы и оставайтесь на позитиве вот такая красота марияж удался сейчас я вам покажу в нарезанном виде что это что там у нас внутри произошло как наша фруктовая парочка ягодно-фруктовая между собой поженилась удался ли наш марияж о ну супер пропеклось очень красиво вот и две косточки ну какие же какая же свадьба без косточек какие же отношения без косточек готовьте с удовольствием и спасибо вам за внимание и за просмотр ставьте лайки и комментируйте я буду рада и до новых встреч по-вторых на 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 Субтитры подогнал «Симон»